Маленький мистер-скандал. Ночью не спал и сейчас скандалит. А почему, почему, почему? Макс Лат научит играть. Вот так выглядит мама. Ребенка, который ночью ел, не знаю, раз в 20. Да, Мироша? Что он тоже помогал. Да. Что он ночью ходил с ним еще. Сколько ты с ним ходил? Твадцать часа. Да ладно, серьезно, что ли? Да. Правда? Да. Теперь вот так вот. Что ты за человек, а? Маленький. Как и обещала, про братьев и сестер. Когда я родила Злату, я очень тщательно готовилась. Я изучила, наверное, все, что есть в открытом доступе в психологии про взаимодействие брата и сестрой. Но лучшего пособия, лучших видеоуроков, чем у моей подруги Оксаны Ковалевской, вот честно скажу, я не встречала. Потому что у нее на конкретных примерах она разбирает, что конкретно говорить и что конкретно делать. Вот мне именно так становится понятно. Девочки, видите, какие крутые практически примеры, чтобы вам было понятно, как и что говорить ребенку, как его подготовить к рождению, как разруливать конфликты, ссоры, что конкретно ему говорить. Даже я хочу это все перечитать и вспомнить. Есть два варианта. Вы можете приобрести только методичку, то есть там будут текстовые материалы, она стоит 299 рублей. А лучше, я вам это рекомендую, приобрести два видеоурока, в которых Ксюша очень подробно рассказывает, там будет час информации. И меньше игрушек общих будет, тем будет меньше скандалов, будет меньше конфликтов по поводу этих самых игрушек. Через две недели добавляете понемножку. Если опять конфликтов очень много из-за игрушек, значит вам что нужно сделать? Обучаем детей правилам, границам. Бить нельзя. Останавливаем. Как я рассказывала на предыдущем уроке. Обучаем границам каждого, что касается игрушек, что есть личные, есть... Вам дадут видеоуроки от психолога и вот это текстовое пособие. Первое. Вы научите детей быть дружными, вы сможете разруливать конфликты. Вы будете знать, как правильно говорить, чтобы не было каких-то обид, чтобы не было сравнений. Вы научите их, узнаете вообще, нужно ли учить их делиться, нужно ли заставлять дать другую игрушку. То есть вы решите сейчас текущую ситуацию, ваши дети станут гораздо лучше играть вместе, будет меньше криков, скандалов и ссор. Это первое. А второе. На будущее вы поможете им стать дружными, чтобы когда они выросли, они не обижались друг на друга, не враждовали, как часто бывает, что не общаются брат с сестрой. Они будут в будущем также дружны. И основы заложите именно вы. Ну что, чешешь ты, да, зубы там чешешь? Ой, с каким же этим активностью ты-то ешь? В планах было поспать. Вы видите, что человек делает? Сладкий, да. Делай здесь. Я, знаете, ищу плюсы в этой ситуации. И раз вынуждена ограничить свои передвижения, я купила три курса про отношения с родителями, про взаимоотношения в паре. Ну и третий курс от Ксюши, о котором я рассказывала, тоже его буду слушать. Я решила посвятить это время самообразованию, улучшению отношений с мужем, с детьми и вообще климата в семье. А вы как? Посвящаете это время самообразованию или пока только паникуете? Максик нам повесил, распечатал, как надо мыть руки, инструкция в садике. Чтобы никто не заболел коронавирусом. Правильно, мы думаем. Му-хо-дор-нет-р-и-й. Хочу, мамочка.